Здравствуйте! Это программа подробностей. Сегодня подробно поговорим о состоянии дел на российском автомобильном рынке. Вместе с нами в студии генеральный директор автосалонов и техцентров региона 62 Олег Леваков. Олег Серафимович, здравствуйте! Добрый день! Ну, первый вопрос, который задам, может быть не самый приятный для вас будет. В течение последнего времени приходилось неоднократно слышать различного рода слухи о том, что дела в регионе 62 в связи с кризисными явлениями в российской экономике, в связи с исходом из России General Motors, дела обстоят неважные и автосалоны вот-вот закроются. Прокомментируйте. Ну, наверное, в большей слухе, как говорится, преувеличены. На самом деле не все так страшно. Да, General Motors ушел с рынка. Да, банки стараются не кредитовать автопроизводителей и автомобильные салоны. Поэтому возникали определенные моменты. Но ни на день, ни на час мы не сомневались, что у нас будет все нормально. Слухи ходят. Это выгодно определенным конкурентам. Сейчас идет жесткая борьба на этом рынке. Соответственно, кому-то это выгодно распускать данные слухи. Поэтому мы конкретно говорим, что мы своих клиентов не бросали, не бросаем и не будем бросать. Соответственно, продажи автомобилей продолжаются. Реструктурирование долгов произошло. Соответственно, мы нашли инвестирование. Загасить определенные моменты, которые возникали, чтобы получить свое перекредитование. Далее, то, что наши производственные площади ни на грамм не уменьшились. Что имело предприятие за это время? Оно имеет. Помимо того, даже 15 февраля мы открыли новый бренд с новым салоном, с новым техническим центром, с новым оборудованием. Это Hyundai. Да, это Hyundai. Соответственно, не все так страшно, как рисует. И мы даже и не думаем закрываться или уходить с этого рынка. Как охарактеризуете рынок на сегодняшний момент? Что пользуется спросом, что не пользуется спросом? Какие марки, что называется, не торгуются вообще? У каких есть свои покупатели? Сейчас наиболее популярные марки это корейские. Это Kia и Hyundai. Одна из марок у нас присутствует, представлена нашим автосалоном. Пока идет динамичный рост продаж. Понятно, что мы только в феврале месяце, 15 февраля открылись. И потихонечку даже получаем бонусы за то, что идет динамика роста продаж. Вот. Соответственно, то же самое и Kia, который где-то стабильно. Да, есть небольшие потери в общем по стране, но довольно, как говорится, хорошо себя чувствуют данные производители. Очень неплохо вот на нашем рязанском рынке. Это всегда было удивление для всех. Это не в Chevrolet. До сих пор наш автосалон продает, если не на первом месте по количеству продаж, не в Chevrolet, то в десятку лучших входит всегда. По России? Да, по России. То есть и первые, и вторые места, и третьи. Но ниже шестого, седьмого места мы не опускались по продаже в номинальном количестве. То есть даже на данный момент, по итогам месяца октября, отдельно, если брать полмодельно, Нива-Шевроле продалась в большем объеме, чем все остальные автомобили. Олег Серафимович, ну, все, кто так или иначе интересуется автомобильным рынком, знают, что Рио-62, в первую очередь, он ассоциировался именно с брендом Chevrolet. Поскольку самый крупный, наверное, был сегмент ваших продаж, это автомобили марки Chevrolet, затем к ним присоединился Opel. И вот после того, как General Motors объявил о своем, скажем так, желании покинуть российский рынок, многие связывают, в том числе, и какие-то проблемы, которые... И вот эти слухи, которые ходили о Рио-62, о его будущем, многие это связывали с тем, что вот GM ушел из-за России, и у Рио-62 серьезные проблемы, компания может, что называется, недолго прожить. Итак, вот Рио-62 и GM, GM действительно ушел. Что дальше? Ну, GM уходит, на самом деле, только 1 января 2016 года. Да, мы не являемся на данный момент дилерами именно по Chevrolet, да, то это корейская подгруппа, которая была, начиная от Лачете Кобальта и заканчивая Коптиуми, да. Вот. Почему? Потому что реально, видя... То есть, в 2008 году GM уже выкинул один раз Фортель, когда мы остались без Саба и без Хаммера. Соответственно, при этом никаких... Они не понесли потерь, понесли только дилеры. Вот. Теперь они сделали больше. Мы, как говорится, попытались договориться в досудебном порядке, на что были получены такие не очень хорошие условия, мы подали в суд. Поэтому мы и расторгли договор дилерский с GM. Таких брендов, как Opel и Chevrolet, наверное, уже не будет на российском рынке, за исключением, может быть, Tah. Но это единичные модели, дорогие, которые останутся, будут завозиться с Америки. То есть, корейской подгруппы не будет. Но GM принадлежала и в какой-то степени Уздеу. Уздеу. Это одна из подгрупп была General Motors. Как раз корейская подгруппа. И на данный момент Узбекистан для своих потребностей выпускает весь модельный ряд этого GM. Сейчас идут переговоры о поставках в качестве не Уздеу, а марки Равон, который на данный момент представляет три автомобиля. То есть, новая аннексия – это в кузове ОВЕО. Соответственно, получается Равон, Матис и что-то еще в районе Лачете, Кобальта и прочее. На дальнейшую перспективу у них стоят вопросы о производстве и Коптив, и Трекеров, и всего остального модельного варианта – и Опели, и Шевроле. Так как у нас есть дилерство Уздеу и теперь Равона, соответственно, мы будем получать какой-то модельный ряд этих автомобилей. Насколько он будет широк, это покажет время, потому что на самом деле GM вышел из учредителей Равона, он остался как поставщиком машинокомплектов. Соответственно, насколько будут подписаны договоры на машинокомплекте, это такие машины мы и будем получать. Текущее состояние автомобильного рынка, оно понятно, хотя интересно, все-таки дна, что называется, достигли или нет. Это вот первый вопрос, а второй, все-таки, каким видите дальнейшие перспективы и своего салона, и в целом автомобильного рынка в стране и регионе? Ну, если брать хорошие времена, да, то есть возьмем там до 2008 года или хотя бы с 2009 по 2011-2012 год, то есть наш автосалон продавал до 500 автомобилей в месяц, то есть там 460, 380, ну, понятно, что зимние месяца там более слабые, летние лучше, но в среднем получалось в районе 430 машин. Сейчас с падением автомобильного, как говорится, спроса, наш автосалон стабильно с января прошлого года продает чуть больше 200 машин, то есть это ровно 50% от того, что мы продавали. Мы не видим колебаний сильных вниз, не видим колебаний рост, то есть это десяток машин плюсом, десяток минусом. На самом деле не совсем существенно. Ну, то есть это некое дно, которое нащупали. Да, 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 мы пока идем, скажем так, в воде, не видя перспектив, да, берег где-то маячит, но мы не видим перспектив, дойдем мы, будет там какая-то глубина или что, пока мы идем по ровному, как говорится, подводному плату, и которое довольно жесткое, без зыбких мест. Ну, это вот пока такое состояние. Что мы видим у себя? У нас, на самом деле, есть и позитивные моменты, то есть, как я сказал, марка Hyundai у нас растет ежемесячно, вот, очень на хороших положениях это Niva Chevrolet. Помимо того, сейчас мы провели реконструкцию и оптимизировались, соответственно, готовим новый салон под Lada. Lada также довольно хорошо продается в приоритете. Помимо того, наш автосалон производит 80% гарантии всех проданных на рязанском рынке автомобилей. То есть, если продажи еще как-то делятся, да, между салонами, то есть, ну, есть у нас, у нас там 30% из четырех салонов, там, по итогам прошлого года, в этом, там, чуть меньше, чуть больше, когда как, ну, вот, то именно обслуживание автомобилей за отсутствием Rizan Lada, который был дочерним предприятием, мы взяли на себя. То есть, практически 80% гарантийных машин обслуживаем мы. Спасибо. Олег Серафимович, Олег Леваков, генеральный директор автосалонов и техцентров региона 62, был гостем программы «Подробности». Мы говорили о состоянии дел на автомобильном рынке. Я желаю, чтобы дно, которое вы достигли, было прочным и все-таки побыстрее подняться в гору. А это была программа «Подробности». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова